Прокомментируйте, пожалуйста, как вы рассчитываете. Сегодня прошло такое большое собрание, сегодня два направления была выбрана, компенсация по кредитам и обсуждение бизнес-планов. Как вы оцениваете, насколько сегодня было? В любом случае, это очень хороший старт. В этом году мы начали программу поддержки мирового предпринимательства. И если программа компенсации высоких за банковскими кредитами была запущена еще минулого года, то программа финансовой поддержки, так называемое «Грантувание» – это абсолютно новый проект, который еще не реализуется ни где в Украине. Мы снова запечатывали пилотный проект. Абсолютно разные проекты, которые возникали за пизденью подготовки. Кто-то лучше сможет подготовиться и получает эту помощь. Кто-то, может быть, пойдет в второй класс. Но мы будем надеяться, что это все-таки хороший начальник. И вот эта количество куркулев, которую мы себе запланировали для того, чтобы создать альтернативу монополистическим творениям в Донецкой области, она самая сегодня зародится. Я думаю, что это очень хороший начальник. Скажите, будет ли еще продолжение этой программы? Да, конечно, это будет постепенно. И как можно принять участие для наших участников? Это будет постепенно действующая система. Пожалуйста, готуйте свои бизнес-планы, прорахуйте, дивитесь главные умовы и критерии выбора, и подавайтесь в Департаменте экономики и облдержанной администрации. Это такой нон-стоп-процесс. А когда следующий планируется, как вы думаете? Мы уже, здаясь, оголосили наступки механика. То есть по времени проведения вот подобного? Ну, я бы только мы сделаем належную колькість заявок, мы не будем затяпывать, потому что много проектов, мы бачим удаловольствия сельского господарства, которые потребуются терминологии. И еще скажите, по качеству, то есть по направлениям, тут совершенно разные направления, как я смотрел, здесь и машиностроение, и все. То есть это определенное какое-то приоритетное направление? Да, мы высунули приоритетом вирощи сельского господарства, продукции, переробку такой продукции, сфера коммунальных, плосков, IT-технологий, будивельные материалы, то есть то, что в данный момент наиболее затребовано и эффективно для Донецкой области. Поэтому, конечно, мы будем не давать приоритеты своих цехов, этих предприятий. И это предусматривается финансирование, да? Так, конечно, это предпочитает спидфинансирование, как с боку, самих конкурсантов. Вы бачили, что мы завжди витаем, когда люди готовы рисковать властными грошами, с одного боку, и с другого боку, мы финансируем это 50-50 с муниципалитетами, для того, чтобы местная влада так, как у нас и затекала на успеху того, чьей иншой области. Ну, а вот по сегодняшним проектам, по качественному, как бы, критерию, как Вы оцениваете сегодня? Достаточно высокий? То есть соответствуют ли этими... Есть очень хорошие проекты, которые можно оценивать на пятерку, в Костре, в Пятвальде, в системе АЕС, но мне кажется, что это наживное. Тем более, что мы с нашими международными партнерами запускаем программы бизнес-планувания, как начать предприятие бизнес-планувания. Поэтому я думаю, что это с часом будет выполнено. Хорошо. И по подведению итогов нынешнего. Как сегодня планируется подвести итоги? Когда будут явственные результаты? Значит, смотрите, подсумки сейчас уже прямо рассчитываются, мы их голосуем на этой комиссии, а после этого идет наступный процесс. Мы поводжуем эти проекты с местной владой. У нас она готова на спецфинансирование, мы запускаем эти проекты. Там, где нет, мы будем сидеть в трех, мы, предприниматели, местная влада. Переконути один одного. Переконути один одного. Спасибо большое. Я оголошую результаты подрахунков, оценок наших конкурсантов щодо надания финансовой поддержки на реализацию проекта. Оголошу учасники «Ибал». Ковальова Людмила Олександрівна, 1,48. Явіра Ліна Віталіївна, 1,8. Головко Микола Вікторович, 1,71. Дорож Сергій Юрьевич, 1,44. Єлін Костянтин Юрьевич, 1,21. Задичанська Галина Савівна, 1,76. Ковальов Віталій Ростиславович, 2,23. Кайдар Сергій Олександрович, 2,27. Шкатулла Олександр Миколаївич, 2,35. Фермерське господарство Снова, 2,40. Фермерське господарство Оліно, 2,40. Калмикова Олена Павлівна, не оцінена. Перетятка Юлія Юрівна, 2,29. Іщенка Світлана Дмитрівна, 2,40. Смена Дмитро Володимирович, 1,51. Чиркін Андрій Олександрович, 1,77. Петриченка Ганна Олегівна, 2,27. Чаплик Олександр Степанович, 2,22. Рекало Сергій Вікторович, 1,26. Бутов Артем Вікторович, 2,53. Улітін Юрій Володимирович, 2,09. Іванов Дмитро Володимирович, 2,34. Єрохіна Світлана Володимировна, 1,77. Пєсков Сергій Геннадійович, 2,28. Радченко Ніна Миколаївна, 2,20. Хатмуліна Олена Васильєвна, 2,48. Здається, найбільший. Тов Рожай, 2,47. Шевченка Марина Миколаївна, 2,46. Тов Зетур, 1,06. Христоф Руслан Анатольевич, 2,59. Рудницький Ростислав Станіславович, 2,20. Кузнєцова Юлія Михайлівна, 1,10. Гаврилов Юрій Олександрович, 1,46. Яковленко Наталія Олександрівна, 2,39. Тітамір Наталія Вікторівна, 1,83. Тов Арконбуд, 1,26. Ржавський Володимир Іванш, 1,90. Ліщук Леонід Олександрович, 1,60. Денисенко Олександр Анатольевич, 1,83. Закатюра Сергій Юрійович, 2,32. Таким чином, 21 суб'єкт підприємницької діяльності в нас за підсумками сьогоднішнього засідання буде рекомендований для надання фінансової підтримки. Тепер справа за органами місцевого самоврядування, ну і, звичайно, за самими конкурсантами. Дякую всім членам комісії за плідну сьогоднішню роботу.